Следующая программа предназначена для зрителей любого возраста. Решение суда не повлияло, в ход пошли эвакуаторы. Автобусы ИП «Каргина» с незавидным постоянством стали увозить на штрафстоянку. Непропорциональный заработок Олег Сорокин отчитался о доходах за прошлый год. Оказалось, что зарплата Путина и рядом не стояла. Лучшие бойцы планеты на арене Нижегородского цирка. Чемпионат мира по тайскому боксу прошел в нашем городе. Расскажем, как распределились места на пьедестале. Многие школьники его с нетерпением ждут, но в этот день грустят, предвкушая расставание. Для выпускников 2014 года прозвучали последние звонки. А также южноамериканская диковинка в Нижнем Новгороде в зоопарке Лимпопо теперь можно увидеть в Капибара. Об этих и других событиях пятницы расскажу в ближайшие минуты. Вы смотрите службу новостей «Город». Меня зовут Дмитрий Сорокин. Здравствуйте. Итак, уже неделю Нижегородская область находится во власти жаркого антициклона. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни нас он вряд ли покинет. Подробнее о погоде поговорим чуть позже. Ну а сейчас информация для тех, кто эти выходные, спасаясь от городской духоты, собирается провести на природе. За эту неделю четвертый класс пожароопасности лесов установился в 24 районах области еще в 7-3 класс, в том числе в Держинском, Семеновском, Арзамасском, Богородском и Павловском городских округах. Главное управление МЧС России по Нижегородской области призывает население соблюдать правила пожарной безопасности, особенно осторожными быть в лесных массивах. Как правило, все лесные пожары возникают, к сожалению, по вине человека и, к сожалению, как правило, по неосторожному обращению с огнем. Ну и кроме этого, скажем, если при первом классе пожарной опасности, брошенный округ, возможно, не приведет к лесному пожару, то при четвертом и пятом классе пожарной опасности, как правило, он приводит к лесному пожару. Я напомню, что с 28 апреля в Нижегородской области введен особый противопожарный режим. На период его действия вводится запрет на посещение лесов, где установлены четвертый и пятый классы пожароопасности. В лесных массивах запрещено разводить костры, сжигать мусор, поджигать траву. Напомню также, что в условиях особого противопожарного режима увеличиваются штрафные санкции к нарушителям. Размеры штрафов составляют от 2000 рублей для граждан до 500 тысяч рублей для юридических лиц. В случае, если вы обнаружили очаг возгорания в лесном массиве, то обращайтесь на телефон прямой линии лесной охраны, которую сейчас вы видите на своих экранах. Глава Нижнего Новгорода в прошлом году заработал больше, чем президент России в 46 раз. Такие данные обнародовал сам Олег Сорокин. Итак, доходы главы Нижнего Новгорода Олега Сорокина в 2013 году составили около 168 миллионов рублей, что почти на 14 миллионов больше, чем в позапрошлом году. В собственности у Олега Сорокина также находятся 5 земельных участков общей площадью почти в 210 тысяч квадратных метров, 3 квартиры, 2 дачи, 18 объектов иного недвижимого имущества, общая площадь которых составляет почти 27 тысяч квадратных метров. Также Сорокину принадлежат 7 автомобилей бизнес-класса. Заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Андрей Чертков в 2013 году получил доход гораздо меньший, примерно полтора миллиона рублей. В его собственности находятся 2 земельных участка общей площадью в 900 квадратных метров, а также жилой дом площадью в 224 квадратных метра, правда пока не достроены. Гораздо большей суммой измеряется доход супруги Андрея Черткова. В прошлом году она заработала 6 миллионов рублей. В ее собственности находятся 2 земельных участка, 2 квартиры, садовый домик, гараж и нежилой дом. Также ей принадлежат 2 автомобиля марки «Мерседес». Теперь к происшествиям страшной аварии. Закончилась попытка одного из нижегородских лихачей проскочить пробку по встречке. Оксана Васильева расскажет подробнее об этом и не только в рубрике «Место происшествия». Мы не хотим напугать, мы лишь рассказываем о том, что происходит вокруг. Здравствуйте, в студии Оксана Васильева и сейчас короткий обзор криминальных событий. Столкновения двух иномарок в Нижнем Новгороде зафиксированы на камеру видеорегистратора «Очевидца». Видео начинается за несколько секунд до столкновения. Перед автором видео двигается серый автомобиль. Скорость потока невелика. Внезапно в кадре появляется неуправляемый внедорожник. Столкновение было внушительной силой. Оба автомобиля сильно деформировались. Очевидцы аварии сразу же поспешили на помощь тем, кто находился в салонах автомобилей. Опасение вызвало состояние водителя-внедорожника. Он не мог выбраться из машины самостоятельно. Какие травмы получили участники столкновения, неизвестно. Остается надеяться, что ранения оказались несерьезными. По местам сомнительных торговых точек автозаводского района прошлись полицейские. Целью рейда стали поддельные товары и нечестные предприниматели. В результате после обхода мест уличной торговли, одеждой, обувью и даже водкой оперативники изъяли некачественную продукцию и составили на бизнесменов протоколы об административных правонарушениях. Сотрудники управления МВД России по городу Нижнему Новгороду выявили более 20 нарушений законодательства в сфере торговой деятельности на территории автозаводского района города Нижнему Новгорода. В ходе мероприятий полицейские пресекли деятельность четырех торговых точек несанкционированной торговли. Из продажи изъято свыше 1300 единиц товаров народного потребления. Подобные мероприятия планируется проводить и в будущем. Тем более, что после таких походов по несанкционированным рынкам без результата сотрудникам полиции приходить еще не приходилось. Отмечу, что вся контрафактная продукция в подобных случаях после необходимых экспертиз уничтожается. Ну и сейчас еще один материал Оксаны Васильевой. Она оказалась одним из тех счастливчиков, которые смогли воочию увидеть сражение лучших бойцов мира по тайскому боксу по версии G-Pro. Кому достался почетный титул чемпиона мира, она сейчас расскажет. Отправлен в нокаут, зритель доволен, потому что победитель Нижегородец, житель Княгинина. В боях за титул чемпиона мира по тайскому боксу по версии G-Pro принимают участие сильнейшие спортсмены из разных стран. Нижегородцы заявили о себе с первых сражений. Первый раунд не удачно получилось, не совсем удачно. Второй раунд мне наставник мой подсказал, что как делать. Вот пошел по его словам и в итоге выиграл. Тайский бокс или муай-тай – это разновидность бокса. Муай-тай означает свободный бой. Здесь можно бить ногами и использовать локти. Тайский бокс набирает все большую популярность в Европе и выходит за рамки единоборств Востока. Тайским боксу 12 лет. До этого занимался много какими видами спорта. И водным полом, и джиу-джитсу, и так далее. Но вот выбор для себя тайский бокс просто подошел. А этот боец знает о тайском боксе немного больше соперников, потому что сам из Таиланда. Перед сражением проводит свои ритуалы в течение нескольких минут. Но нижегородцы выступают наравне с иностранными спортсменами. Артем Шморан Пашпорин! Это первый полуфинал за звание суперчемпиона. На ринге Артем Пашпорин из Нижнего Новгорода. Бронзовый призер первенства Европы и финалист Кубка России. Его соперник Сергей Кулява из Одессы, многократный чемпион Украины и действующий чемпион Европы. Все это говорит о том, что сейчас на ринге будет жарко. После этого боя соперник из Украины остается в аутсайдерах. А Нижегородца ждет важнейший бой с действующим чемпионом мира Андреем Кулебиным. Титулованный спортсмен Артем Ушпори оказался не по зубам. Но это поражение можно назвать достойным. Он бился три раунда и проиграл чемпиону мира только в дополнительном, назначенном судьями, экстра-раунде. Оксана Васильева, Александр Батраков, Служба новостей город. Сейчас новости от наших партнеров. После этого информационный блок продолжится. И вот о чем пойдет речь. К такому потоку любителей дешевизны оказались не готовы. Сайт авиакомпании, которая реализует дешевые билеты из Нижнего Новгорода в Крым, не выдержал обилия желающих долететь за 2000 рублей. Многие школьники его с нетерпением ждут, но в этот день грустят, предвкушая расставание. Для выпускников 2014 года прозвучали последние звонки. А также южноамериканская диковинка в Нижнем Новгороде. В зоопарке Лимпопо теперь можно увидеть в Капибара. Всегда на связи. Нижегородка Екатерина Тибекина пользуется услугами билайна со школьной скамьи. Девушка признается, что за 10 лет мобильный оператор ни разу не подводил. Наоборот, билайны делают жизнь комфортнее. Я очень много путешествую, и это связано еще с моей работой. И вот недавно в Билайне снизились цены на роуминг, что меня приятно удивило. Что еще немаловажно, появилось удобное мобильное приложение, благодаря которому также я могу подключать какие-то услуги, которые мне нужны, которые интересны. Просто удобно для тебя. Стратегия компании Билайн, в центре которой клиенты и его потребности. Программа разработана в соавторстве с абонентами и действует с конца 2013 года. В конце мая были подведены промежуточные итоги реализации стратегии. Мероприятие проходило в формате видеоконференции. Каждый регион делился своими результатами. Основным направлением нашей новой стратегии является повышение качества и оперативности обслуживания наших абонентов. Поэтому большое внимание мы уделяем развитию сети собственных офисов продаж и обслуживания. В 2013 году их стало вдвое больше. А именно 26 офисов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области. В Нижнем Новгороде наши офисы можно найти во всех крупных торгово-развлекательных комплексах, а также во всех районах города. Не так давно в офисах компании появилась возможность копирования данных с одного телефона на другой. Специальное устройство «Смартбокс» поможет сохранить контакты, фотографии, переписку при смене телефона, сим-карты или оператора. Мы ценим каждого нашего клиента. Чтобы показать им свое отношение, дарим серебряную подвеску с настоящей жемчужиной при любой покупке от 300 рублей. Также хочу заметить, что в большинстве наших офисов с недавнего времени появились детские уголки, оборудованные игровым терминалом, что, несомненно, понравится посетителям с детьми. Абоненты, которые предпочитают обращаться за консультацией в колл-центр, также заметили приятные изменения. Появилась услуга «Обратный звонок». Билайн Андреев, здравствуйте. Чем могу вам помочь? При выборе этой бесплатной опции оператор лично перезвонит абоненту, если время ожидания на линии оказалось для клиента долгим. Компания Билайн планирует и дальше строить свою работу с учетом обратной связи абонентов. Торгово-развлекательный Центр Рио совместно с Первым городским телеканалом продолжает знакомить телезрителей с участниками фестиваля «Карнавал звезд Рио». Яркие костюмы, задорные народные танцы и позитивный настрой. Так вкратце можно охарактеризовать танцевальный коллектив «Жемчужина». На фестивале «Карнавал звезд Рио» они представили татарский танец «Девичий перепляс». Наш танец в народном стиле, он говорит о том, как девушки боролись за право быть первыми, и в итоге они поняли, что это все ни к чему. Несмотря на то, что танцы отнимают много времени, Алена, Катя, Маша и Люба хорошо учатся в школе и даже умудряются находить время для других занятий. Танцы, учеба, иногда можно и попеть дома. Я люблю вышивать и плести фенечки. Кроме татарских танцев в репертуаре коллектива «Жемчужина» есть армянские, цыганские и, конечно, русские танцы. Но именно этот номер «Девичий перепляс» принес им больше всего наград на конкурсах. Педагог отмечает, что коллектив очень дружный и любит проводить время вместе. У нас бывает чаепитие. После наших побед мы, конечно, анализируем, обсуждаем все. Вот у нас такие проходят мероприятия, как чаепитие. В следующий раз собраться на чаепитие коллектив «Жемчужина» обещают 1 июня. После выступления на галоконцерте «Карнавал звезд Рио». Вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире служба новостей «Город». В пятницу в Нижегородской области, как и по всей России, прозвучали последние звонки. Впереди у выпускников 11-х и некоторых выпускников 9-х классов последний школьный экзамен и дорога во взрослую жизнь. Ну а пока школьники отмечают последний звонок. Анастасия Данникова приобщилась к атмосфере праздника и вспомнила свои школьные годы. Прощай школа! Вместе с воздушными шарами в небо улетели самые заветные желания и мечты. Для ребят всегда будут открыты двери родной 133-й школы. Но сегодня они прощаются с ней. Огорчаясь, что в полном составе теперь уже вряд ли увидится. Буду вспоминать очень уроки, иногда, наверное, как мы собирались вместе, как гуляли, как вместе веселились, рассказывали друг друга тайны, влюблялись. Все это так здорово! Это прошло вперед от детства к юности. Это очень здорово и незабываемо на самом деле. Мой лежащий план дипломатом стать, выучиться потом, экзамен сначала сдать перед этим, а дальше как пойдет, как получится. В общем, мы друг друга любим, особенно у нас очень хороший классный руководитель, мы очень будем скучать. Похоже, чувства испытали более 40 с половиной тысячи выпускников со всего региона. Смех сквозь слезы, ведь это для них звучит последний школьный звонок. Празднование в школах у всех продолжилось по-разному. У одних на теплоходе, у других в кафе. Некоторые просто отправились гулять по городу. Коричневые формы и белые фартуки. Фотографии у главных достопримечательностей. Главное, все вместе и очень дружно. По-прежнему актуальным остается алкогольный вопрос во время празднования. За продажу несовершеннолетним спиртного и его распитие грозит штраф от полутора до пяти тысяч рублей. Но праздник праздником, а за парт еще сесть придется. Уже с понедельника, 26 мая, начнутся главные испытания – выпускные экзамены. Первым станет ЕГЭ по литературе и географии. Громкие заявления о том, что выпускники 2014 года, блестяще окончившие школу, останутся без медалей, оспорили депутаты Госдумы. В третьем чтении они приняли законопроект о возвращении золотой награды. Нижегородские выпускники должны будут получить ее до октября этого года. Правда, как и прежде, учитываться при поступлении она не будет. Анастасия Данникова, Максим Жалыбин, Служба новостей город. Аномальная жара в регионе спровоцировала высокую активность клещей. Юлия Карабасова представит рубрику «Короткой строкой», в которой расскажет об этой и других новостях. Спонсор рубрики «Короткой строкой» – народное финансирование «Алтын». Изменения в кадровом составе будут приняты в администрации Нижнего Новгорода 26 мая. Заместитель главы администрации города по социальному блоку Татьяна Беспалова подала заявление об отставке в связи с выходом на пенсию. Ее место, возможно, займет Мария Холкина. До настоящего момента она курировала в качестве замглавы администрации вопросы организационно-кадровой работы, внешнеэкономических связей и взаимодействия с правоохранительными органами. С 26 мая этими вопросами займется Сергей Гаврилов. Кроме того, в отставку уходит глава Ленинского района Владимир Лазарев. Исполнять обязанности главы района будет Надежда Рожкова. Количество укусов клещей увеличилось. За неделю к медикам обратились больше 500 человек. В 11 насекомых был обнаружен антиген вируса клещевого энцефалита. По сравнению с прошлым годом количество обращений за медицинской помощью с присасыванием клещей увеличилось почти в полтора раза. С 1 апреля зафиксировано больше 1400 укусов. В Нижнем Новгороде провели уникальную операцию на сердце. Лечение детей с пороком сердца провел кардиохирург из Новосибирска Александр Амельченко. Каждая операция длилась 20 минут вместо 3 часов, как это было раньше. Через двухсантиметровый разрез в сердце ребенка вводится специальное устройство, которое и исправляет дефект. После вмешательства сердце сразу начинает биться, как у здорового человека. Нижегородские кардиохирурги прошли мастер-класс и вскоре наши специалисты сами будут делать такую операцию. Сайт авиакомпании, начавший продажу билетов в Крым из Нижнего Новгорода, рухнул из-за ажиотажа туристов. Первый рейс в Симферополь должен был отправиться 1 июня авиакомпании «Уральские авиалинии». На него предлагались субсидированные билеты, то есть по сниженной стоимости, за 2000 рублей вместо 12. В первые два часа продаж сайт фирмы не выдержал напора заинтересованных в поездке. Сейчас специалисты решают эту проблему. Напомню, рейсы будут летать из Нижнего в Симферополь с 1 июня раз в неделю, по воскресеньям. Это были все новости рубрики «Короткой строкой» за пятницу, 23 мая. Самые большие в мире грызуны поселились в Нижнем Новгороде. Это капибары, которые приехали в зоопарк Лимбопо из Новосибирска. Пока они привыкают к новому дому и к новым соседям. Евгения Иванова увидела их одной из первых. Посетителям, которые видят капибар впервые, может показаться, что перед ними находятся гигантские морские свинки. Так сильно своим внешним видом они напоминают домашних грызунов. Правда, вес взрослой капибары может превышать вес морской свинки почти в 45 раз и достигнуть 65 килограммов. К слову, самки обычно упитаннее представителей мужского пола. Капибары – животные травоядные. Кстати, покушать они любят. Здесь съедают по пять таких мисок, наполненных яблоками, морковью и ячменем. Но, несмотря на такое разнообразное меню, новые обитатели зоопарка не прочь отведать чего-нибудь этакого. Капибар называют властелинами трав в переводе с языка индейцев гуарани. Мы убедились это на собственном опыте, потому что из всей еды больше всего они предпочитают газон. Они его стригут как газонокосилки. Им очень нравится. Ну и у нас, в общем-то, ровный газон тоже хорошо. В природе капибары обитают в Южной Америке. Они заслуженно носят звание самых больших в мире грызунов. В Лимпопо эта пара приехала из Новосибирска. Дорога была дальней. Сначала с самолетом до Москвы, а потом автотранспортом до нашего города. Но новоселы уже успели отдохнуть. Кстати, жить они будут с тапиром Клеопатрой. Делить им нечего, поэтому соседи начинают привыкать друг к другу. Привыкают новички и к сотрудникам зоопарка. Достаточно дружелюбно себя ведут к людям, но, честно, немножко боятся. То есть к людям все равно лишний раз они не подходят. Тапиры немножко опасаются, но были моменты, что интересовались они тапиром, по-моему, больше, чем он ими. Скорее всего, эти капибары – девочки. Одной около двух лет, а младшей всего год. Когда работники зоопарка точно поймут, какого пола животные, озадачатся поиском спутников жизни для них. Но сначала выберут имена. Евгения Иванова, Алексей Соколов. Служба новостей. Город. Если вы знаете, как приручить воздушного змея, эти выходные для вас. В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль воздушных змеев и не только. В эти выходные откроется новый сезон летнего кинотеатра на Рождественское. Первый сеанс под открытым небом пройдет в субботу, 24 мая, в 9 часов вечера. Зрителям представит фильм «Внутри Льюина Дэйвиса». Этим летом посетители открытого кинотеатра увидят фильмы из разных стран. Из Венгрии, Чехии, Кореи, Германии и Франции. Провести выходные можно и в уютном зале кинотеатра. На экранах сети кинотеатров «Синема Парк» премьеры фильмов на любой вкус. Фантастический экшен «Люди Икс. Дни минувшего будущего» и приключенческий фильм «Годзилла». Российская комедия «Подарок с характером» в роли сюрприза Михаил Голустян. Для тех, кто любит исторические кинокартины фильм «Принцесса Монако» в роли Грейс Келли Николь Кидман. А для маленьких зрителей анимация «Лесной патруль» и «Кот гром» и «Заколдованный дом». Попробовать подержать кусочек неба в руках. 24 мая на набережной Федоровского состоится фестиваль воздушных змеев. Если верить китайским традициям, воздушный змей, запущенный в небо, уносит с собой все печали и болезни своего обладателя. Поэтому, если вам хочется изменений к лучшему, достаточно отпустить свои переживания в небо. Праздник начнется в 2 часа дня. Научиться летать самому можно на Силикатном озере. Самых смелых здесь научат флайсерфу. С помощью специальных ботинок, которые через шланг соединяются с гидроциклом, пловец выныривает из воды и взмывает вверх, как птица. Научиться экстремальному спорту можно в субботу с 12 часов. Любите смотреть на звездное небо? Оно может быть еще ближе. В эти выходные в Нижегородском планетарии увлекательные программы как для взрослых, так и для совсем юных зрителей. Для маленьких любителей космоса в субботу и воскресенье пройдут полнокупольные программы «Звездные друзья Зайчонка Тафика» и «За волшебным шаром в космические дали». А взрослых познакомят с темной материей и рассветом космической эры. Также в планетарии работает космический тренажер. Каждый может попробовать свои силы в стыковке космического корабля. Приятных вам выходных! Ну и сейчас пришло время новостей интернета. Все самое интересное в обзоре социальных сетей. Корова, которая гуляет сама по себе. Нижегородцы увидели на улице Ярошенко пешехода с копытами. Животное спокойно переходит через дорогу навстречу зеленой траве. И никакая Турция не нужна. Бьем температурные рекорды. Градусники на улицах города показывают уже плюс 40. Стилист Александр Рогов посетил Нижний Новгород. Но пользователи сети обсуждают не саму звезду, а то, что на фотографии, которую он сделал, засветилась местная достопримечательность – желтый пазик с наклейкой «За Каргина». Дали о себе знать. Хулиганье подписал на своей машине автовладелец. Кстати, такие гости приехали на наши дороги из Москвы. Идут года, слагая век. Пока жива, я человек. Такую уличную поэзию замечают на нижегородских улицах. Ну что ж, ваш фото- и видеоотчет тоже может дополнить наш эфир, но для этого, выкладывая его в сеть, не забудьте поставить хэштег «НН1 Городской». Ну а сейчас о хороших новостях из жизни нижегородцев узнаем из первых уст. Вот чему радуются сейчас горожане. День обещает быть таким замечательным. Пятница. У меня вот классный кофе, у меня вкусные булочки. Ну, жить прекрасно. У меня скоро юбилей. Новую песню недавно записали. Сделали на нее ремикс. И скоро у нас выходит сингл. Вот только что я получил два зачета автоматом. Правда, честное слово. Впервые. Вообще реально. Ни разу такого не было никогда. Второй день отпуска. Вот основная хорошая новость. Пятница и едем на даче. Юбочку новую купила. Исполняется 100 лет сухого закона в России. И мы готовимся к встрече его. В том числе и в Нижнем Новгороде. Красивые люди. Приятно одеты на улицах встречаются. Вот ваша улыбка замечательная. Ну, что еще? Желаю, чтобы все было хорошо. И не только у вас, а у всех нижегородцев. Ну, и в завершении выпуска мы возвращаемся к теме погоды. Впереди выходные. И, конечно, очень хотелось бы, чтобы было так же тепло и солнечно, как на протяжении всей рабочей недели. Сбудутся ли наши ожидания, расскажет Анастасия Клепнева. По народному календарю 24 мая Макеев день. С наступлением этого дня связывали пробуждение русалок и первое цветение незабудки. Примечали, если утром багровый восход солнца, а днем туманно и дождь, то лето будет грозовое. Ну, а по прогнозам синоптиков, завтра днем в Нижнем Новгороде будет плюс 24 градуса. Облачно с прояснениями. Ночью плюс 17. И у нас на этом все. Я напомню, что все материалы этого выпуска вы можете еще раз посмотреть на сайте Первого городского телеканала. Адрес его сейчас вы видите на своих экранах. Ну, а если вам есть чем дополнить наши выпуски, то обязательно звоните к нам в редакцию по номеру 217-01-71. В 8 часов вечера смотрите на нашем канале фильм «Время ведьм». Я же с вами на этом прощаюсь. Хорошего вам вечера и выходных. До встречи.